добрый день мои дорогие сегодня я тут подогнал двадцать пяточку ну чтобы воздух посмотреть туда-сюда ну и решил рассказать без приукрасов про свой трактор ок начнем с того что он производства 1986 года вот тут я нашел бирку то есть но я ее видел всегда на раме не знаю передаст ли камера ну кто не верит и думаю все нормальные люди поверят что 86 года ну разговор не об этом купил я ее 1994 году купил очень выгодно и недорого вот чем она у меня занималась до последнего времени а всем чем косила траву гектаров 20 в сезон пахала гектаров ну 15 культивировала те же гектары таскала селку с 3.6 на первой передаче несколько лет работала с граблями с сажалкой с окучником тягала навозник разбрасывала навоз по полю да все даже не припомнить волокуша на ней стояла ну а последнее время так как у меня появилась другая техника у нее получились выходные и так как выходные у нее получились на немножко за ней уже и не досматриваю и поэтому вид у нее не плачевные ну вообще-то у меня отношение к технике такое ну что вылизывать и чтоб все блестело ну это занимает время этим заниматься пока другая работа есть не знаю кому это нравится мне но может и нравится когда техника красивая но не всегда получается значит по визуальному ну вот видите ну это плита это очередной проект который не доделан там где стоят навесы наперед об этом уже другой раз фарк ну капот вот у нее лицевая часть побед царапина это позапрошлом году в лесу так как в основном она мне последнее время чем занимается садит картошку перепахивает картошку возит картошку копает картошку и зимой работает в лесу до 25 скажите не лесной трактор но она поворотливая и если с умом заезжать но не болото конечно нормальный лес когда все подмерзла самое то расход топлива граммы а дрова домой едут в общем те царапины показал последняя перекраска у нее было 10 лет обратно это я два раза сам ее красил после того как купил не 3 ру первый раз пульверизатором второй раз некоторые места но просто кистью прошелся потому что она была выцветшей и крайний раз тоже пульверизатором и поролоном есть такой метод мы макаешь кусочек поролона в краску и тык-тык-тык-тык идешь по этим всем ребрам и кантикам значит по колесам передние колеса были полностью стертой когда купил ну и еще не прослужили у меня какое-то время а потом по одному лопнули вот видите одно колесо такое а другое совсем другое не от 25 но так получилось одно я сам купил через два года второе лопнуло я просто позвонил и попросил знакомому купи колеса колесо вот такого-то размера но он купил но не получилось одинаковое я про это не подумал но сейчас что немножко тянет в одну сторону но это дело привычки за руль хорошо держишься и все задние колеса ну страх господний но я думаю они еще горбачева видели вот видите вот тут в этих местах это это дерево вот тут тут его не вырывая потому что мало ничего чего можно случиться это когда в лесу по пням шатаешься ну набивается такое дело вот сейчас понемножку идем в сторону навески но еще пару слов про покраску крайний раз когда красил лет 9 или 10 обратно я купил на хорошую краску в магазине заехал постарался все отдраить но все равно местами она отлетает но плюс этой краски такое что она не выцветает вот как был красненький так и есть задние вот эти вот крылья колеса где номер стоит где фары покрыл перед этим ну так называемой шубой ну в общем антигравий для автомобиля используется почему это сделал потому что эти щитки были ну гнутые перегнутые уже до меня я их ровнял но мятин останется так сейчас антигравий как будто и все это сглаживает задних фар нету потому что мне они ну не нужны вот тут фонарь побитый тоже в лесу спереди фары есть поворотники есть но так как она у меня работает только в огороде и дома и в лесу на дорогу не выезжаю но я особо не заботюсь о фарах и других аксессуарах этих осмотра у нее нету уже несколько лет не могу собраться сделать их осмотр но и поэтому на дорогу не выложу на ней но только так потихоньку значит значит навеска когда его покупал навески у него не было у него стоял подъемник он тягал на складе контейнеры какие-то из-за этого у него и нету стекла заднего потому что перед покупкой у него уронили контейнер на кабину верхняя часть немножко погнутая но не об этом значит навеска навеска заводская вот эти вот тяги но плюс тут подварен снизу кусок арматуры потому что когда плуг однокорпусный тягал эти тяги гнула и вот так спаслись подварили арматуру и все они днем не гнула больше дальше стяжки совсем не заводские просто в любом магазине купил 12 миллиметров толщиной резьба вот тут м12 написано вот такие вот стяжки белая правая резьба и куски цепей просто отпускаешь тут цепи расцепляешь все все разбирается быстро и удобно но это у каждого свои предпочтения мне так так есть но я так так и работаю ничего нового не придумываю так типа серьга задняя полностью самодельная вот брус такой металлический но не знаю там или метров 18 насколько это 50 приварены кругляки такие с обеих сторон и круга вырезан автогеном такие вот щеки на живот движутся немножко это было сделано на быструю руку чтобы хоть что-то работать и оказывается это быстрая рука и пока работает уже 20 лет ничего не сломалось но вот если отсюда посмотреть вот сейчас вот немножко это этот брус железный прогнулся но я это сделал в этом году когда вытаскивал сарая прицеп прицеп вот этот видно не видно он был нагружен шесть с половиной тонн зерна заталкивал сараем сарай тоже но все прошло быстро и без последствий а когда вытаскивал трактор становился на дыбы было тяжко но вот немножко погнуло но как говорится это на скорость не влияет так что тут сзади еще по навеске ну вот эти вот стойки винты они мне удлиненные один и другое вот оригинальные такой длины а я еще добавил сантиметров 10 но были причина надо было забирать что-то пониже чтобы резьбу вот это не выкручивать длинные на кончик оставлять я просто удлинил можно переставить и так и на оригинальную высоту гидроцилиндр уже лет 10 обратно поменял украинские стоит ну какой был магазине шланги видите тут трубок нету этот на прицеп и тут мягкие два шланга там дальше тоже все мягкие шланги нету трубок убрал но потом расскажу почему так что под капотом а ничего хорошего вот последний раз у меня в гараже он на ремонте стоял лет 78 обратно менял головки цилиндров поставил но это же умный поставлю свечой накаливания а тут то было свеча то не входит не вкручивается оригинальная ну что ж просто обрезал свечи кончики накаливания и заглушил не получилось не в том дело стартер редукторный уже крутит как звери как я говорю только без как у поросенка когда его режут дальше там видно все в потеках генератор оригинальный вот тут было был кожух пластик пластиковый он от старости рассыпался как бисквит но ремни ремни уже менял 1 3 года тут грязь ну что поделаешь он она так набирается и там тоже вот где-то просачивается солярка где-то масло ну и пыль грязь набирается ну трактор рабочий хотя не так-то много в год нарабатывает но чтобы вылизывать а стоит ли это вот тут блок предохранителей там ни одного предохранителя потому что проводка все передела на по-простому по-своему все лишнее убрано но с умом чтобы не убирать ну чтобы работала так как это все должно работать глушитель пару раскрасил но тоже бестолковое дело обгорает осыпается со временем аккумулятор у меня 70 к сейчас стоит у него стандарте положено два по 6 вольт 160 ампер часов получается она у меня 60 к так кинуто и кинуто она ходит то тут тут на комбане то еще где значит что в кабине на полике ковриков ничего нет тут валяются цепи которыми работаю в лесу под сидушкой вент центральные мачете и всякие мелочь сидушка но сидушка моя гордость нашел как-то ее на свалке не знаю как не повезло купил за 5 евро просто увидел почти в луже лежала хозяина свалки спрашиваю а эти надо несколько дошли ну пятерку дам забирай ну и свахапку и в машину потащил почему я ценю ну попозже до этого тут стояли оригинального сидушки уже тут не было были какие-то автомобильные но это все автомобильные занимают место и неудобно а это маленькая компактная ну и вот я салоне в кабине в общем про сидушку у нее работает амортизация это большой плюс у нее габариты небольшие видите спинка и я все вижу назад она не упирается в окно которого нету про окно видно не видно вот эта часть это трактор до 75 боковое окно эта часть просто профтурба 2 на 2 а тут же стенка все сварил ну посидел несколько дней получилась рама стекло есть резина есть но потом оказалось что до стекла мне этого не надо я так привык что заднего стекла нету что когда поставил стекло как-то дискомфортно себя чувствовал ну и дальше видите трактор 86 года тут никаких уплотнителей нет а потому что они были отлучившись раскоробившись но пришлось все снять кабина но один раз только обрабатывалась там чистилась все ну как есть такие вот до щекса минимум хотя он раньше был полный сейчас редко пользуюсь дверь но дверь страшная вот как раз и подогнал его сюда чтобы более-менее от прочистить от грязи на зиму и потом заняться дверью но и оккультуриванием оккультуриванием трактора мы еще тут можем видеть или скорее всего не видеть там где стоит штатный гидрораспределитель его нету железо железкой а вот он тут стоит это не штатный это ну как нам говорят болгарского производства ну так я решил переделать и сделал и вот лет десять он не сложит потом пару слов о нем что еще нету замка зажигания вот он тут стоит нету проводки я на это аппарате потратил больше дня чтобы все более-менее убрать и разобраться как идут провода все приборы наверное немножко не так стоят потому что переставлял по-своему зажигание вот тут включатель массы конечно оригинальный то есть меня на и но блок предохранители вот тут стоит предохранители автомобильные ну потому что то что было в оригинале это уж но извините все остальное как было ролик оригинальный все рычаги тоже ничего не изменено игру сиденья проводка вся перебрана и мимить минимизировано все ну то чтобы все работало по штатному реле там убраны которые стояли оригинальные а поставлены ну прикупил что-то с более свежих но и про гидро распределителя вот у меня тут стоит на полике 5 шлангов 6 нету надо поставить 6 там отверстие есть заглушена заглушка и выведены шланги через грубо выпиленную дверку полике где раньше стоял или охладитель или отопитель гидросистемы снизу они выходят один шланг идет сразу на забор с насоса другой на обратку ну и 3 на основную навеску вот пара и один шланг на прицеп вот не хватает еще одного шланга ну то есть можно работать но желательно поставить этот шланг обратно вот так вот такой вот краткий обзор но не краткий получился ну как получился почему так вместо дислокации трактор друг поменял до заболтался с одним блогером местным макс привет про сельские дела а мы еще пару слов про окно в общем когда купил окна не было и я так привык без окна работать что слышу как техника гремит сзади там косилка то неважно что и привык ключ берешь бардачок забираешь что-то делаешь и кидаешь было поставили на стекло так пару раз почти вы не с ключом просто по привычке кидаешь ханов стекло ну вот такие дела но на этом всем спасибо до свидания всего хорошего не болеете это да это да и Продолжение следует...